Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новый крутой скрипт для iM Wrestling Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, так же ссылка на него как всегда будет в описании. А перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. А также он работает на версии Roblox только от Microsoft Store. То есть на браузерной версии Roblox у вас работать не будет. То есть если у вас нет Microsoft Store, вы его скачиваете и с помощью этого Roblox, который здесь находится, вы сможете играть с читами. Также видео оставлю в подсказках, как его скачать, как получить ключ. Сложного там ничего нету, когда посмотрите, я думаю поймете. Дальше в поиске пишем iM Wrestling Simulator, нажимаем поиск. И на данный режим есть очень много скриптов, даже есть вторая со страницами с скриптами. Тут их два находятся. Ну, в целом, смотрите, какой больше вам скрипт понравится, тот можете использовать. Сразу скажу, что здесь есть с ключ-системой скрипты и есть без ключ-системы. Сегодня в ролике я буду показывать второй по счету скрипт, то есть вот этот. И он без ключ-системы. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, здесь все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, вставляем сюда скрипт, сам чит и нажимаем кнопочку ввести, то есть inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все, inject вроде бы как прошел. Когда пропадает вот эта надпись inject fluxus, то скорее всего у вас получилось заинжектиться. Когда пропадает надпись inject fluxus, то скорее всего у вас получилось заинжектиться. Дальше нажимаем кнопочку запустить и смотрим. Да, все отлично. Скрипт прогружается, все вроде заработал. Функций здесь довольно много. Ну, давайте начнем тестить. Значит, первая функция это автоворкаут. Включаем и смотрим, что происходит. Как видите, у меня находятся гантели в руках и автоматически мы начинаем получать за нее бицепс. Также можно ее поменять на хенд стрэндж. Допустим, берем. И как видите, эта функция тоже работает здесь. Можно сказать, что это просто автокликер, грубо говоря. То, что у вас находится в руках, то вы и качаете. Дальше автореберсты. Но на реберсты у меня не хватает. Но эта функция работает. Автоспинвилл. То есть, если у вас есть спины, включаем эту функцию. И автоматически спин прокручивается за вас. И вам что-то выпадает. Дальше. Клейм дейли. Это награды или гифты. Что это такое? А, это типа то, что вы каждый день, если заходите в игру, вам за это бонус отдается. И вы его собираете. Серверы hopfarm. Это, короче, такая штука, с помощью которой вы заходите на один сервер. Там, допустим, фармитесь. И потом автоматически вас перекидывает на другой сервер. Не знаю, конечно, для чего здесь эта функция нужна, но работает она так. Так, идем дальше. Anti-afc функция есть. Значит, включаем ее. Эта функция нужна для того, чтобы вас не кикнуло с игрой. То есть, по истечении 20 минут, если вы ничего не делаете в игре, то вас кикает. С помощью этой функции вас не кикнет даже через час, через два. Дальше. На Q можно тпхаться. Только зачем это нужно? Ну, давайте проверим. Надеюсь, у меня не вылетит. Да, функция работает. То есть, на Q нажимаю и тпхаюсь, где у меня мышка стоит. Отлично. Так, это, скорее всего, скрыть сам скрипт. На однерку нажимаем. Да, и, как видите, скрипт пропадает. Также он вылазит на однерку. Идем дальше. Самое основное. Так, первая функция это авто барбел. Не знаю, что это, честно, за функция. А, нифига себе. Это вот эта штука мне выдается. Такая длинная. И с помощью нее получаю бицепс. Окей. Ладно, не знал. Идем дальше. Так, аура какая-то есть. Давайте тоже включим. Честно, не знаю, как эта функция работает, потому что я ее не тестил. Но знаю, как вот эти следующие функции работают. Смотрите, смотря какая у вас арена доступна, вот у меня третья арена доступна. Я нажимаю сюда. И здесь у нас выходят боты, с которыми вы можете соревноваться. То есть, выбираем первого бота. Меня перекидывает на третью арену. И я автоматически сражаюсь с этим ботом. Как видите, я его тоже выигрываю. То есть, каждый раз, когда вы его выигрываете, вы заново на него тпхаетесь. Начинаете с ним поединок. И каждый раз его так будете выигрывать. И делается это все автоматически. Значит, смотрите, чтобы это выключить, листаем вниз. И здесь вот Stop Farm. Нажимаем. Все, мы с вами закончили фарм. Идем дальше. Здесь довольно крутые функции. Я бы сказал. Смотрите, первая функция. Это вы будете тренировать Knuckle Strange и потом Hand Strange. Значит, смотрите, как это работает. Тоже здесь зависит от того, какая арена вам доступна. Мне третья арена доступна. Я ее выбираю. И смотрим, что происходит. Как видите, я тпхнулся на вот эту грушу. Я ее бью. И параллельно я еще качаю Hand Strange. То есть, грубо говоря, за одну секунду я сразу качаю две характеристики. Мне кажется, это имба функция. И считайте, в два раза, грубо говоря, больше вы зарабатываете себе силы. Также листаем вниз. Ее отключаем. И есть также получается Кникул и Бицепс. Давайте проверим, работает это или нет. Включаем. Да, эта функция тоже работает. Отлично. То есть, у меня фармится Бицепс и также параллельно Кникул Стрэндж. Все работает. Все четко. Выключаем. Идем дальше. Так. Думбелс это, скорее всего, та большая гантеля. Я уж точно не помню. Тут удалить одетые Уи. Не знаю, что это, честно, такое. Ну, давайте проверим. Ладно, рискнем. Допустим, третья арена. И у меня появилась вот эта вот гантелька. Но почему-то она очень мало прибавляет. Да, что-то как-то странно. Ладно. Выключаем этот фарм. Такой себе, если честно. Идем дальше. Это у нас предназначено для ивента. Здесь опять какая-то аура. Не знаю, честно, для чего она нужна. Также можно открывать ивентовское яйцо. Так. Нас кидает на сражение с каким-то ботом. И, скорее всего, за то, что мы его побеждаем, у нас появляются питомцы. Как я понимаю. Наверное, так это работает. А может быть и нет. Ну-ка. Нет. А, я понял. Короче, смотрите. Когда мы побеждаем вот этих боссов. Либо рипер-дог. Либо кокосового там какого-то чела. То мы зарабатываем тем самым яйца. И потом, когда мы подойдем к этому яйцу, наверное. Или какое-то. Нет, это не здесь. Перепутал немножко. Это вот здесь находится. Вот. И за счет того, что мы его побеждаем, у нас прибавляются яйца. Вот было 156. Давайте его победим. И посмотрим, сколько сейчас будет. Да. За то, что, короче, мы побеждаем этих ботов, нам прибавляются яйца бесплатно. И мы можем их открывать. Прикольно. Также можно автоматически их открывать. Давайте включим эту функцию. Вау. Нифига себе. Она работает. Прикиньте. Она работает без геймпасса. Офигеть. Вау, я в шоке. Я раньше, когда проверял эту функцию, она не работала. Но сейчас она заработала. И я могу 8 яиц сразу открывать без геймпасса. Я думаю, это очень четко. То есть вы можете очень много яиц нафармить и довольно быстро считаете их открыть. Офигеть. Вот это круто. Так, ладно, выключаем. Следующая функция это автоквест батл. Скорее всего, это те же самые поединки. Вроде бы как. Да, те же самые поединки. Только почему-то у меня в этот раз тпхнуло на какого-то нубика. Прямо самого начального бота. Для чего? Непонятно. Так, ладно. Погнали дальше. Реберст фарм, ну, здесь, смотрите, как оно работает. То есть тоже зависит от того, какая арена вам доступна. Допустим, вы выбираете бота. Вот этого. Начинаете с ним сражаться. И как только у вас хватает количества побед, у вас делается автоматический реберст. И потом продолжаете опять с ним сражаться. То есть это все делается автоматически. И тем самым вы сражаетесь сначала с батом, накапливаете победу, делаете автоматический реберст. И все опять начинается по кругу. То есть вот так эта функция работает. Дальше. Атлантис фарм. Это у нас мир такой появился недавно в обнове. Здесь тоже на нем можно фармиться. Давайте сейчас зайдем на него. Так. И первая функция это у нас автоматический фарм к нюку. Ну, то есть удары, наверное. Здесь выбираете, получается, допустим, 5, если выберу, что будет. А, я понял. Это, короче, по счету идет вот эта фигня. То есть смотрите, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Типа груша. И вот сколько у вас силы, на какую грушу у вас хватает, вы ее ту выбираете. И когда выберете, будете автоматически фармить. Получается удары себе. Дальше здесь у нас автопоединок с батами. Давайте с куба дайвера выберем. Посмотрим, смогу я его вынести или нет. Ну, еле-еле, но все-таки смог. Тоже функция также работает. Вы начинаете с ним поединок, побеждаете его, и дальше все по кругу идет. То есть это будет работать до того момента, пока вы не выключите эту функцию. То есть вот так это работает. Так, давайте выключим. И последнее у нас, что это такое? Бицепс. Окей, здесь тоже получается. Это также работает, как на грушах. Но здесь их только три штуки. Мне вроде бы самое последнее доступно. Значит, включаем эту функцию. И почему-то он не хочет начинать качаться. Либо недоступно. Давайте вторую выберем. Вот. Анимации нет, но бицепс у меня прибавляется. Стоп. А когда я третью выбрал, прибавлялся или нет? Нет. На этой уже не работает, как видите. Из-за того, что у меня не хватает силы, скорее всего. Вот. Как-то так. Так, последние оставшиеся функции. В принципе, они такие себе. Можно их даже не рассматривать. Спам трейд вам точно не нужно. Здесь тоже фигня какая-то. Пэты. Вот здесь прикольная функция. Это автокрафт. То есть, если у вас выбивается... То есть, если вы открываете большое количество питомцев, включаете эту функцию. За вас автоматически крафтятся эти пэты. И в чем плюс этой функции? То есть, смотрите, вы когда открываете яйцо автоматически, также параллельно включаете эту функцию. У вас, помимо того, что будет открываться, так у вас еще будет крафтиться питомцы. И тем самым у вас будет довольно много места на выбивание следующих питомцев. То есть, вам не нужно будет каждый раз останавливать автоокрытие, заходить сюда и нажимать кнопку. Это все делается автоматически. Короче, так, как-то так. Автоэкью и бест. В принципе, такая себе функция, потому что вы можете ее здесь нажать. Дальше. Авто. Мутант. Скипс. Гост. Вот это интересная функция. Я не знаю, что у меня сейчас с питомцами случится, но, надеюсь, ничего не случится. Давайте попробуем. А, мне нужна четвертая зона. То есть, четвертый аренд. Окей. То есть, показать не смогу. И также есть автооткрытие лимитированного яйца. Это которое находится на самой первой арене. Давайте попробуем открытие восьми яиц сразу использовать. Но, как видите, здесь почему-то эта функция не хочет работать. Тройное открытие. Ну, тройное открытие вроде бы как работает. И то не тройное, а одинарное. То есть, одно яйцо всего лишь открывается, как я вижу. Короче, как-то так. Вот. Эти функции, получается, на три открытия и на восемь открытий, они работают только с геймпассами. И последняя эта тема. Здесь вы можете цвет вот этого скрипта настроить, если вас что-то не устраивает. И потом, короче, смотреть, любоваться, как выглядит красиво этот скрипт. Как-то так. Ладно, в принципе, на этом можно заканчивать. Вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Лейсбан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok